Здравствуйте, друзья! С вами Кико в сегодняшнем выпуске. Работающие на энергии светокристаллы поднимают в тысячу раз больше своего веса. OpenAI может обанкротиться уже в ближайшее время. Китайцы, которые изобрели ноутбук со встроенными наушниками. Умная клипса ClipMouse, которая заменит традиционную мышь. Аппарат для полетов из атаки титанов, которые воссоздали в реальности. Почему разбилась Луна-25 и SpaceX, которая переделала самую большую ракету в истории. Все это и многое другое прямо сейчас. Погнали! Начнем мы сегодняшний выпуск со специалистов по прикладной химии из США, которые разработали стабильный фотомеханический материал, способный трансформировать энергию света в механическую работу без выделения тепла или электричества. Материал, созданный в Университете Колорадо в Болдере, состоит из крошечных органических кристаллов, которые под действием света начинают сгибаться. Приводы, изготовленные из этих кристаллов, могут стать альтернативой соленоидам с возможностью беспроводного управления или питания роботов или транспортных средств. А повышение эффективности прямого преобразования света в работу позволяет избежать громоздких систем управления теплом и тяжелых электронных компонентов. Отличие этих кристаллических приводов от тех, которые создавались ранее, в том, что они быстрее реагируют на свет, дольше служат и могут поднимать в процессе разгибания более весомый груз. Когда материал под действием света меняет форму, он действует как мотор или привод, сгибая или поднимая объекты намного большего веса. Например, полоска кристаллов массой 0,02 мг поднимает нейлоновый шарик массой 20 мг, то есть в тысячу раз больше. В дальнейшем ученые собираются поработать над управлением движением материала. Сейчас он может становиться только плоским или изогнутым. Также они планируют повысить эффективность кристаллов, увеличив объем выходящей механической энергии по сравнению с энергией света на входе. А вот компания OpenAI, стоящая за созданием перевернувшего мир чат-бота ChatGPT, столкнулась с финансовыми трудностями и теперь ей грозит банкротство уже через год. Ежедневные расходы на поддержание работы ChatGPT составляют порядка 700 тысяч долларов. Сейчас OpenAI живет благодаря финансированию от Microsoft в размере 10 млрд баксов, но несмотря на попытки монетизации GPT-3.5 и GPT-4, OpenAI не может покрыть свои расходы. Компания теряет пользователей. Только в июле 2023 года их база уменьшилась на 12% по сравнению с июнем. На основе OpenAI придумывают других чат-ботов, и оригинал перестает пользоваться популярностью. Вдобавок ко всему ситуацию обостряет дефицит передовых ускорителей вычислений, Nvidia H100 и конфликт между США и Китаем в технологической сфере. Таким образом, OpenAI имеет проблемы с улучшением и обучением новых моделей из-за высокого спроса на эти GPU. А еще недавно появился XAI от Илона Маска, что тоже играет не в пользу компаний. Убытки, сокращение базы пользователей, неспособность генерировать стабильный доход и снижение качества продукта. Если все это будет продолжаться, то OpenAI обанкротится уже в 2024-2025 годах. Как вы думаете, верны ли эти прогнозы? И если да, то какие компании смогут занять, это очень вакантное место. Ждем ваших комментариев. Тем временем, китайская компания MetaFuni Computers показала ноутбук со встроенными беспроводными наушниками. И нам кажется, что это, возможно, первый лэптоп в своем роде. Беспроводные вкладыши спрятались в кнопках тачпада. Наушники хранятся в специальном отсеке, там же они и заряжаются. Если достать гарнитур, она моментально подключится к ноутбуку. При желании использовать наушники можно в паре с другими девайсами. Отмечается, что этот механизм никак не мешает работе тачпада. Производитель пока не раскрыл характеристики и цену девайса, так как он пока что находится на стадии разработки. Ожидается, что ноутбук будет выпущен в октябре этого года. Понравилась эта задумка? Тогда обязательно подписывайтесь и жмякайте на колокольчик, чтобы не пропустить ни одного вау-гаджета. А мы погнали дальше. Samsung представила симулятор раскладушки для iPhone. Для чего он нужен, спросите вы? А для того, чтобы из двух iPhone собрать один складной. И вот как. Обновленное приложение называется TriGalaxy для iPhone. Оно позволяет запустить One UI на iOS, чтобы яблочники могли попробовать экосистему Samsung. Ранее можно было эмулировать только обычные смартфоны Galaxy, но теперь TriGalaxy позволяет имитировать гибкие смартфоны Galaxy Z Fold. Вам понадобится сразу два iPhone, чтобы симулировать раскладушку. Нужно взять первый iPhone и перейти на сайт TriGalaxy. Затем добавить сайт, как веб-приложение, на экран блокировки и запустить программу. На первом iPhone выберите расположение смартфона. Появится код, который нужно ввести на втором iPhone. Вводим и переходим в режим Fold Experience. Два смартфона образуют половинки от раскладушки Galaxy Z Fold. Samsung советует брать два одинаковых устройства для лучшего опыта использования. Пока доступно только три приложения. Многозадачность, видеоплеер и мини-игра в аэрохоккей. Для нас очевидно одно. Samsung сделала такой эмулятор, чтобы высмеять отсутствие гибких iPhone. Кстати, если вы вдруг решите попробовать, расскажите в комментариях, понравилась вам задумка или же нет. На краудфандинговой платформе Kickstarter был представлен необычный аксессуар под названием Clip Mouse. Он изготовлен в форме небольшой прищепки, крепящейся к пальцам и способен выполнять функции компьютерной мыши при гораздо более скромных размерах. По заявлению разработчиков, Clip Mouse эмулирует все привычные функции классических грузунов. Щелчок левой и правой кнопкой, прокрутку и так далее. Устройство совместимо с платформами Windows и Mac. Подключение осуществляется по протоколу Bluetooth 5.0. Для распознавания перемещений и выполнения других действий используются гироскоп и встроенная сенсорная панель. На боковой грани рядом с большим пальцем установлена аппаратная кнопка, которая позволяет выполнять различные действия. Например, ее удержание в течение трех секунд приводит к сбросу положения курсора, а однократное нажатие переключает функцию распознавания жестов во время набора текста. За автономность гаджета отвечает встроенный литий-ионный аккумулятор, обеспечивающий, по заявлению производителя, до 50 часов непрерывной работы. Для восполнения энергии предусмотрен порт USB Type-C. На этапе краудфандинга новинка оценена в 59 евро. Первые поставки запланированы на октябрь текущего года. Теперь же давайте переходить к нашим обожаемым техноманьякам. Инженер из YouTube создал устройство пространственного маневрирования. Это главное оружие из аниме «Атака титанов». Устройство представляет собой двойной ранец для бедер, из которого выстреливают гарпуны, позволяющие летать. Воссоздать УПМ удалось блогеру J.LaserVideo из США. Он напечатал корпус на 3D-принтере, встроил четыре веревки с гарпунами, систему выстрела и катушку, которая заправляла бы веревку обратно. В итоге получился надежный УПМ. Устройство стреляет четырьмя крупными дротиками с канатами, удерживающими вес до одной тонны. При помощи УПМ блогер смог подлететь на высоту около 10 метров и зарезать надувного титана. Инженер показал не только УПМ в деле, но и продемонстрировал все этапы сборки девайса. Ну и какой же кик без космоса? Начнем с экшена. Луна-25 врезалась в естественный спутник Земли из-за сбоя работы в двигателе. Основная причина крушения Луны-25 — нештатная работа корректирующего двигателя, который при попытке аппарата перейти на предпосадочную орбиту проработал больше положенного времени. А, к сожалению, отключение двигателя произошло нештатно в соответствии с циклограммой, а по временной отсечке. И вместо запланированных 84 секунд он отработал 127 секунд. Это явилось основной причиной аварии аппарата. Сказал Юрий Борисов. На тот момент станция находилась в зоне устойчивой радиосвязи, поэтому специалисты знали все о положении корабля. Тем не менее, в 14 часов 57 минут связь с аппаратом прекратилась. Попытки восстановить связь оказались неудачными. Предварительные баллистические расчеты показали, что за счет нештатной работы корректирующей двигательные установки аппарат перешел на незамкнутую лунную орбиту и, по сути дела, врезался в поверхность Луны. Пояснил Борисов, глава Роскосмоса посетовал на то, что бесценный опыт посадок на Луну, накопленный в 60-е и 70-е годы, практически потерян, так как прервалась смена поколений. Но это вовсе не говорит о том, что нужно сворачивать лунную программу. SpaceX же переделала самую большую ракету в истории. Starship, если вдруг кто не с этой планеты, это транспортная система SpaceX для покорения дальнего космоса. Она состоит из двух многоразовых элементов огромного ускорителя первой ступени, известного как Super Heavy, и космического корабля верхней ступени высотой 50 метров под названием Starship. Специалисты SpaceX работают над улучшением ускорителя Starship Super Heavy под названием Booster 9. На опубликованных фото видны новая вентилируемая промежуточная ступень и теплозащитный экран. Оба элемента сыграют важную роль в системе разделения космического корабля и ракеты-носителя. Сверхгорячая плазма от двигателей верхней ступени должна куда-то деваться, как-то сказал глава SpaceX Илон Маск. И поэтому они добавили расширение к ускорителю, которое, по сути, почти полностью состоит из вентиляционных отверстий. Это позволяет шлейфу двигателя верхней ступени проходить через своего рода вентилируемое расширение ускорителя, а не просто взрываться. Маск также добавил, что модифицированная установка, которая обычно используется на российских ракетах, может в конечном итоге увеличить грузоподъемность Starship на 10%. А НАСА готовит к запуску эксперимент Deep Space Optical Communications, DSOC, представляющий собой лазерный приемопередатчик ближнего инфракрасного диапазона на борту зонда Psyche, запуск которого намечен на 5 октября. Цель DSOC — проверить возможность использования лазеров для связи с космическими аппаратами. В течение двух лет DSOC будет пытаться установить лазерную связь с наземными станциями в Южной Калифорнии, находясь на пути к богатому металлами астероиду 16 Psyche. В отличие от традиционной радиосвязи, лазеры ближнего инфракрасного диапазона DSOC позволяют достичь скорости передачи данных в 10-100 раз выше, а это около 400 Мбит в секунду. Для обнаружения и передачи сигналов лазеров ближнего инфракрасного диапазона в системе используется телескоп, а его передовая технология крайне важна для получения слабых сигналов на огромных космических расстояниях. Хотя синхронная связь с Марсом, что является одной из главных целей, невозможной из-за ограничения скорости света, возможности DSOC обещают значительные улучшения для будущих полетов в дальний космос. И на этом у нас на сегодня все. Спасибо, что посмотрели. Следите за техно-новостями и в нашей телеге, и в ВК. Ссылки мы оставили в описании. Мира вашему дому!